в принципе мы можем начинать давай я не вижу пока вот все коллеги здравствуйте подождем минутку пока люди собираются начинаем доброе утро всем нас сейчас около 300 человек меня зовут николай умнов и с нами сергей целиков это первый наш опыт проведения вебинара начинаем нашу презентацию этот курс называется сцен для начинающих многие кто сюда зарегистрировался далеко не начинающие тем не менее мы расскажем о том что сейчас происходит с компанией что такое компания бракейт и сергей от азов пройдет по нашим технологиям заканчивая текущим продуктовым рядом семинар наш вебинар предполагается быть трехдневным но на всякий случай у нас есть резервный четвертый день 8 июля если мы не успеем ответить на все вопросы то мы вернемся планируется запись вебинаров ссылки будут разосланы зарегистрировавшимся а по формату у нас есть возможность задавать вопросы через кнопочку вопросы ответа q&a просьба пользоваться ей также есть чаты это если вы с кем то хотите быстро проговорить что то но лучше пользоваться вопросами и ответами кнопкой итак что такое компания бракейт в 2017 году компания бродком купила компанию бракейт и с той поры мы стали подразделением компании бродком наряду с другими компаниями таких как эмулет сей семантик и другими таких подразделений внутри бродкома более двадцати при этом у бракейта сохраняется юридическое лицо есть сейчас бракейт комьюкейшн систем с ллс также мы называемся bsn бракейт сторочный твокинг ну а далее мы будем употреблять слово бракейт подразумевает этот бракейт комьюкейшн систем с ллс и бсн бракейт бракейт это производитель коммутаторов маршрутизаторов файбер ченнл и программного обеспечения по управлению этими продуктами в настоящее время у нас есть две два поколения продуктов это пятое поколение и шестое поколение вы видите что в правой части правой части у нас присутствует пятое поколение большая часть продуктов из пятого поколения уже end of life остался пока что коммутатор 6520 все остальные продукты уже не продаются а есть правда еще встроенные коммутаторы в blade сервера и дальше поколение 6 это действующий набор продуктов это директоры большие системы коммутаторы самый маленький 610 620 630 самый большой до 128 портов и маршрутизаторы 7810 встроенные коммутаторы для blade серверов а всем этим можно управлять для этого есть программное обеспечение которое называется бракейт сан нав до недавнего времени был бракейт network advisor в этом году его перестали продавать еще два года он поддерживается в общем все переходим на цена команда бракейт в россии и снг нас двое сергей целиков системный инженер отвечает за технические вопросы в частности он может помочь со временными лицензиями если их требуется выдать а и он управляет нашим демо фондом который расположен в москве я отвечаю за продажи маркетинг декларации сертификата нотификации общий вопрос все ко мне и наш регион это 12 стран которые присутствуют здесь в основном бизнес конечно россия это порядка 90 процентов наших продаж в регионе а но также существенные продажи идут в белоруссии в казахстане украине и уже поменьше в других странах что такое бродком это компания у которой более 20 подразделений а до покупки бракейда бродком продавал компоненты в основном и делал компоненты бракейд это практически первый законченный продукт который доступен от нас если говорить о решениях бродкома в области содов то это следующие продукты это микросхемы для эзернет коммутаторов также бродком делает просто так называемый white box коммутатор который брондируется разными компаниями и здесь сотрудничество идет со многими лидирующими производителями эзернет коммутаторов есть решение для серверов это сетевые карточки сервера различные контроллеры fiber channel адаптеры fiber channel коммутаторы и эзернет коммутаторы которые эти сервера подключают вы видите что здесь тоже обширное сообщество крупных производителей серверов и в области систем хранения также контроллеры fiber channel адаптеры сетевые карты которые идут в системах хранения данных опять же много оем партнеров вы видите что когда бродком покупал бракейд то наши оем партнеры они фактически являются уже исторически оем партнерами бродкома поэтому покупка это была органичная бродкома бракейд продает только через оем партнеров в нашем регионе список оем партнеров можно найти по этой ссылке ну вот это все наши игроки коллеги что происходит с бизнесом бракейд безусловный лидер в области fiber channel коммутации и по данным доллара групп у нас порядка 80% мирового рынка почти все основные производители мировые системы хранения и серверов продают коммутаторы бракейд в своих решениях если говорить про наш регион то 2017 18 19 год очень здоровый крепкий бизнес большие объемы продаж стабильный рост продаж 2019 календарном году установлен абсолютный рекорд по продажам бракейд за всю историю и результат этого года на десятки процентов лучше любого другого года который был по крайней мере с 2005 года когда я начал работать в бракейде а рынок живой интерес к теме сцен высокий и вы можете также судить об этом по числу участников сегодняшнего вебинара fiber channel сцен как технология это стабильное надежное хорошо масштабируемое решение и в условиях нынешней неспокойной экономической ситуации в общем то люди предпочитают не экспериментировать с альтернативными технологиями а пользуются хорошо зарекомендовавшими себя решениями fiber channel партнерская политика в России и СНГ все продажи и поддержка цен оборудования в регионе идет только через с ОЕМ партнеров бакейд всякий авторизованный ОЕМ партнером дистрибьютор системный интегратор или сервисный партнер он может продавать обслуживать оборудование бракейд с по крайней мере проданный через вот этого конкретного ОЕМ партнера нет и не планируется прямых дистрибьюторов или системных интеграторов для продажи СНН оборудования бракейт. Если раньше у нас были партнерские статусы, то после того, как нас купил Broadcom, партнерские статусы отсутствуют. Просто вам надо быть партнером того или иного ОЕМ-партнера, чтобы продавать решение бракейт, если вы системный интегратор или дистрибьютор. Также Broadcom закрыл авторизованные центры обучения, отменил авторизацию и отменил сертификацию в независимых учебных центрах, таких как PersonView, сертифиор или других. Все курсы выложены бесплатно на портал Broadcom. Они доступны по-английски. Чем мы можем помочь? В первую очередь, это технические семинары, подобные этому семинару. Это прямые консультации нашего инженера Сергея Целикова. В частности, мы можем помочь проанализировать текущее состояние СЭН, особенно если СЭН крупный. И тут в помощь нам всем бесплатный программный продукт СЭН-Хелл, который позволяет провести аудит инфраструктуры. Сергей может помочь с проверкой проектов развития СЭН. То есть, если вы что-то хотите сделать и вы нарисовали предварительный проект, покажите нам, мы скажем, что хорошо, что плохо, что можно поправить. Ну и когда уже сделана спецификация под конкретный проект, мы тоже можем помочь с этим проектом, с проверкой этой спецификации. Особенно, если идет крупный проект, у заказчика к нам обращаются периодически с просьбой, что вот ТЗ, вот спецификация нескольких УЕМов, помогите понять, соответствуют ли они ТЗ. Ну и Сергей может помочь с временными универсальными лицензиями на коммутаторы Bracade. Это лицензия, открывающая тот или иной функционал на коммутаторе. Не всегда в момент запуска инфраструктуры эти лицензии есть. Бывает, что просто забыли что-то заказать. И Сергей может в течение дня быстро эти лицензии прислать, чем решаются многие проблемы. Систему запускается, а к тому времени уже подходит заказанная вами лицензия. Несколько слов о портале. После того, как Bracade был куплен компанией Broadcom, портал Bracade был закрыт, и наши ресурсы перенесены на портал Broadcom. Broadcom – это компания, которая специализируется на оптимизации бизнеса, на защите интеллектуальной собственности. Было обнаружено, что достаточно много ресурсов было открыто, возможно, не оправдано, и не все ими пользовались законно. Сейчас ограничено, кому что доступно из отдельно заказчиков, партнеров и ОЕМ-партнеров упорядочено. Также достаточно жестко работает наш экспортный контроль. Проверяется, кто регистрируется на портале на предмет соответствия ограничениям экспортного контроля США. Поэтому есть ряд рекомендаций, если у вас не получается зарегистрироваться на портале, что надо делать. Ну вот, собственно, вход на портал осуществляется по этой ссылке, и регистрация новых пользователей проходит здесь. Перед регистрацией мы настоятельно рекомендуем прочитать инструкцию. Она выложена у нас в группе в LinkedIn, в Telegram. Ее можно запросить у нас по почте. Также мы ее приложим к материалам этого вебинара, который всем разошлем. При регистрации на портале типовые проблемы, которые случаются, не получается зарегистрироваться и получить доступ на портал. Первая самая такая. Не получается активировать купленную лицензию, не получается скачать FOSS, не получается скачать отчет SennHealth. Вот на эти вопросы есть ответы в инструкции. Если кратко, то при регистрации надо указывать свои полные рабочие данные и сразу регистрировать уровень доступа Enterprise. Если возникает проблема, открывать сервисный кейс, на копию ставить меня. В общем, обкатали мы уже за весь прошлый год и за эту процедуру. Шаги известные, результат получается положительно получить довольно быстро. На этой таблице показаны группы, левая колонка компании, ОЕМ-партнеры, заказчики, интеграторы системные, и дистрибьюторы, и вендоры, которые не являются ОЕМ-партнерами. Ну и последняя группа – это заказчики с прямым контрактом поддержки Bracket. А дальше показано, что кому доступно из этих групп. Вот в нашем регионе заказчиков с прямым контрактом поддержки Bracket нет, поэтому про нижнюю строчку можно забыть. У нас есть ОЕМы, у нас есть партнеры и заказчики. Соответственно, базовые вещи, доступные интеграторам, дистрибьюторам, партнерам, заказчикам. Сент-Хеллз можно скачать. Реальная версия Сан-Нав. Ну и должна быть еще доступна активация лицензии. Гораздо больше доступна ОЕМ-партнерам, и в частности документация, которая не выложена публично на сайте Broadcom, а какие-то FOSS-релиз-ноутс, сами версии операционной системы FOSS, это вот это программное обеспечение. Это доступно через ОЕМов, и вы можете как заказчики или как системные интеграторы или дистрибьюторы запрашивать ОЕМ-партнеров по доступу к этой документации и к этому программному обеспечению специально под вашу конкретную инфраструктуру. Если ваша компания присутствует так или иначе в списках санкционных ограничениях по экспортному контролю, то вас могут попросить заполнить специальную анкету, которая называется Export Compliance Certification ECC. Ну и по сути то, что присутствует в этой анкете, оно вот здесь на страничке приведено. Порядка десятка компаний в России заполнили такую анкету и им открыли доступ на портал. Подписывать эти формы должен руководитель на то, авторизованный в вашей компании. Несколько слов про обучение. Как я сказал, все курсы бесплатно выложены на портал Broadcom, а учебные курсы авторизованы, они отменены по миру. В нашем регионе единственный авторизованный учебный центр Bracade был Unix Education Center, расположенный в Санкт-Петербурге, но также открывший еще офис и в Москве. В Unix-центре обучения есть тренер Юрий Егорский, играющий тренер. Он сам также проводит конкретные работы по сен-инфраструктуре заказчиков. И вот это основной рекомендованный учебный центр в нашем регионе, наиболее полно представляющий линейку курсов Bracade. Есть договоренность о том, что Unix-центр обучения имеет доступ к нашим материалам. В общем, их действия происходят с поддержкой Bracade как в мире, так и в России. И, в частности, на их курсы мы предоставляем оборудование из нашего демофонда. Это курсы с реальной практикой на железе. Есть учебный центр Hewlett-Packard Enterprise в Москве. Они ведут также курсы по Bracade. По ссылочке видно, что это за курсы. А периодически они приглашают к себе Юрия Егорского, в частности, для чтения самого глубокого продвинутого курса Troubleshooting. То, что называлось раньше TS-300. Есть учебный центр Fastlane в Москве. Павел Добринский тренер. Это в прошлом инженер Bracade в России. Так что не так много у нас информации о том, что читается этим центром. По описанию там несколько устаревшей информация была на сайте. Но, в общем, Павел человек квалифицированный. Я думаю, что он сможет хорошо донести информацию по технологии Fiber Channel. Также есть учебный центр IBM в Москве, где читается базовый курс по технологиям СН. Там, в целом, что такое СН. Не со столь глубокой привязкой к Bracade, но, тем не менее, как базовый обзорный курс, это тоже доступно на нашем рынке. Чуть подробнее про Unix-центр обучения, про их курсы. Есть начальный уровень подготовки, теория и практика СН. Есть продвинутый курс. Вот этот вот 002. Продвинутые администрирования. Они в паре идут. Расширенные возможности FOSS и Bracade Network Advisor. Он несколько устарел в том смысле, что Bracade Network Advisor, он два года последние живет и все. И идет переход на СН.Нав. Но функционал во многом из Bracade Network Advisor перейдет в СН.Нав. И я думаю, что Unix-центр достаточно скоро представит обновленный курс, в котором будет и СН.Нав. Ну и самый продвинутый курс, то, что раньше называлось TS-300 у Bracade, это курс по поиску и устранению неисправностей. Вот эти четыре курса, они позволяют получить хорошую подготовку по нашей теме. И многие крупные заказчики успешно обучались у Юрия Еворского в Unix-центре. Интересная инициатива, с которой вышел Unix-центр в прошлом году, это сертификация. Поскольку у Bracade больше своей сертификации нет, а потребность на рынке существует. И некоторые заказчики не просто требуют в своих конкурсах, что работы должны выполнять сертифицированные специалисты. Вот Unix-центр предложил набор сертификаций, которые мы тоже поддерживаем и продвигаем. Мы рекомендуем сертифицироваться по этим курсам. Вот они здесь представлены. Обращайтесь в Unix-центр. Контакты. Юрий Еворский как тренер. Но основные, наверное, ваши коммуникации с Unix-центром должны идти через Светлану Захаренко, которая директор по развитию бизнеса. И как раз фокусируется на Bracade. Контакты ниже. Теперь несколько слов. В целом, популярные вопросы, ответы. Что нас часто спрашивают? Один из вопросов, можно ли купить апгрейды у другого EM-партнера, а не у того, у кого изначально купили коммутатор? Теоретически можно, но не рекомендуем. Проблема в том, что если что-то пойдет не так при инсталляции этих апгрейдов, то вопрос, кто это будет поддерживать и кто будет решать такую проблему. Поэтому важно, чтобы апгрейды шли от того же самого EM-партнера, кто поддерживает ваш коммутатор. Как правило, это тот, через кого вы купили изначально коммутатор. Часто нас спрашивают дать авторизацию в проектах. Тендерное задание требует авторизации вендора. Вендор в данном случае это EM-партнер. Пожалуйста, спрашивайте авторизацию у EM-партнеров. Мы сами авторизации не даем. Другой популярный вопрос от заказчиков. Хотим, чтобы у всех были равные цены. Не бывает такого. Отношения браки с EM-партнерами регулируются глобальными EM-соглашениями. И по этим соглашениям для каждого EM-партнера прописаны свои условия. При этом те продукты, которые покупает EM-партнер у нас, это далеко не все, что он вам после продает. Например, вся поддержка идет, EM-партнеры, кабели, у кого-то SFP-модули, какие-то другие компоненты, они идут также от EM-партнера. Поэтому EM-партнеры собирает все продукт. Брокейт не регулирует выходные цены у EM-партнера тоже. Поэтому это вопрос не к Брокейту. И цены, как правило, у EM-партнеров разные, поскольку ценообразование у каждого свое. Можно ли купить оборудование и поддержку напрямую у Брокейт? В нашем регионе нельзя. У нас нет здесь поддержки, у нас нет ни одного авторизованного дистрибьютора или системного инстегратора на продажу Брокейт-систем. Вот именно Брокейт-брендед. При этом вы можете видеть системы с логотипами Брокейт, потому что некоторые OEM-партнеры, они оставляют логотипы Брокейт на системах. Например, насколько я помню, Fujitsu это делает, NetApp, Hitachi, Pure Storage, кто-то еще может быть. То есть это вас не должно смотреть. Можно ли сквотировать конфигурацию в заказных номерах Брокейт? То есть кто-то объявляет конкурс и хочет объявить условия в конкурсе нейтральными, допустим, по отношению к другим OEM-партнерам, чтобы все OEM-ы могли приходить и приносить свои предложения. Вот нельзя сквотировать конфигурацию в заказных номерах Брокейт. Мы здесь рекомендуем делать что? Первое, можно сделать просто какое-то словесное описание того, что вам нужно, какие коммутаторы должны быть, с какими характеристиками. И дальше мы настоятельно рекомендуем приложить конкретную спецификацию конкретного OEM-партнера. А другие OEM-партнеры пусть смотрят на эту спецификацию и по ее примеру собирают свою собственную. Вот это самый надежный путь. Санкции США. Недавно появившаяся тема по поводу компании Huawei. В мае 2019 года были наложены санкции на Huawei, до сих пор они не сняты. И текущее состояние такое, что Huawei может продавать 24-портовые коммутаторы, не более того. Это внешне могут быть маленькие коммутаторы или коммутаторы, встроенные в Blade сервера. Huawei не может поддерживать эти системы, потому что санкции не позволяют бракейду с Huawei общаться по вопросам поддержки. И Huawei не может апгрейдить эти системы. Популярный вопрос. Как поддерживать отдельно стоящие коммутаторы, проданные по каналу Huawei? Обращайтесь к другим OEM-партнерам. Почти все, кроме одного, имеют возможность брать на поддержку системы Huawei. Да, за это надо будет заплатить деньги, но это возможно. Поддержка через других OEM-партнерам. И дальше, после того, как эта система взята на поддержку, к ней можно у того OEM-партнерам, кто поддерживает систему, покупать апгрейды. Huawei достаточно активно развивалась на нашем рынке. Это сотни систем, проданные в нашем регионе. Поэтому вопрос популярный. Ресурсы информационные. В первую очередь Telegram. Bracate Russia Sen. На вчера было 811 подписчиков. И люди в нашем регионе сейчас пользуются в основном Telegram. На этот вебинар интересно, что более 120 человек записались именно через Telegram, и никто не записался через LinkedIn. Но, тем не менее, у нас существует еще русскоязычная группа LinkedIn. В России доступ туда осложнен. Через другие страны доступ есть. Сейчас там 900 участников. Но, тем не менее, как оказалось, людям гораздо удобнее пользоваться Telegram. Также мы периодически публикуем брошюры. Вот брошюра 2016-2017 года. Это самые свежие брошюры, которые сейчас есть по нашим технологиям. Поскольку шестое поколение вышло в 2016-2017 году, там все есть. В этом году мы ожидаем выход седьмого поколения Fiber Channel, и у нас будет большое обновление. Но вот OEM-таблицу мы несколько чаще обновляем. В 2019 году в августе было обновление последнее. В этом году тоже, вероятно, мы ее обновим. Сейчас мы ждем новых продуктов. На этом все. Спасибо. И передаю слово Сергею. Итак, добрый день, уважаемые господа. Меня зовут Сергей Целиков. Я системный инженер компании Bracate. Многие меня, наверное, знают. Я отвечаю за продукты Fiber Channel. При этом я, как уже говорил Николай, практически единственный человек в нашей стране, отвечающий за данные продукты. Но вы должны помнить, что наши продукты, опять же, продаются через всех OEM-партнеров. Поэтому во всех наших OEM-партнерах есть очень квалифицированные инженеры, которые занимаются в том числе Fiber Channel. И огромное количество информации, всю поддержку можно, естественно, получить через них. Сегодня я начну свою презентацию, свои выступления. Попробую рассказать о основах Fiber Channel Send. Сначала начну просто с того, что такое Send, как она появилась или чего. Ну и потом более подробно будем уходить, собственно говоря, в Fiber Channel. Вообще такие семинары мы проводим достаточно регулярно. И я бы тут хотел бы спросить у вас немножко, как вы узнали о нашем семинаре и посещали ли вы такие семинары раньше? Да, мы такие семинары проводим уже не в первый раз, но ранее они были достаточно короткими, поскольку они были онлайн, формат, вернее, оффлайн. Формат онлайн, как веб-презентация, позволяет нам уделить этому намного больше времени. Поэтому моя презентация сегодня будет намного более подробной, чем она была в предыдущих моих выступлениях. И для многих многие вещи могут показаться очевидными, неинтересными, но имейте в виду, у нас здесь практически 450 человек, вот сейчас ровно 450 участников. И люди разные. Кто-то очень хорошо знает Fiber Channel, для них это может быть неинтересно. Кто-то, может быть, посещает это в первый или второй раз, для них многие базовые вещи могут быть достаточно интересными. Поэтому смотрите, я постараюсь все это рассказывать достаточно подробно. Задавайте вопросы. Единственное, я могу сказать сразу, я по техническим причинам не могу одновременно видеть секцию вопросов и ответов и показывать вам свою презентацию. Соответственно, наверное, это все придется отвечать ему либо в оффлайн. Какие-то вопросы сможет ответить Николай Умнов, он находится на связи с нами все это время. Если что-то не успею, либо в конце моей сегодняшней презентации, либо уже как-то, возможно, в письменном виде, это будет как приложение к материалам сегодняшнего вебинара. Итак, основы Fiber Channel Senn. С чего все началось? Ну, для начала программу. Программу вы уже примерно видели. Сегодня начну рассказывать про FC Fundamentals и дальше пойду. Соответственно, мы не знаем, сколько у нас времени уйдет на все. У меня презентация одна, единственная, которая называется основа Fiber Channel Senn, она порядка 350 слайдов. Это достаточно много. Поэтому, как минимум, 2-3, может быть, даже 4 сессии нам придется организовать, чтобы пройти от начала до конца. Я не хочу здесь очень сильно торопиться, хочу более подробно остановиться на всех этих вещах. Итак, начнем сначала с основ. С чего все началось? Началось все это достаточно давно, еще в 80-е годы прошлого века. Соответственно, у нас появились открытые системы. В открытых системах традиционно диски подключались и подключаются по протоколу, который называется SCASE, Small Computer Systems Interface, который появился как раз в 80-х годах прошлого века. Чем он характеризовался? Когда-то он был параллельным. На один кабель можно было подключить до 7 дисков, потом количество их возросло до 15, но, тем не менее, ничего сильно не изменилось. На самом деле, ситуация не сильно поменялась и сейчас, поскольку протокол SCASE эволюционировал. Он стал из параллельного, последовательного, так называемого, сериала Touch SCASE и, собственно говоря, продолжает существовать как основной протокол подключения жестких дисков к серверу. Естественно, сейчас появляются новые возможности технологий NVMe. О них мы постараемся, я, вернее, постараюсь рассказать, наверное, на самой последней нашей встрече немножко. Ну, мы здесь поговорим о классике. Итак, вот так примерно выглядел сервер и практически в таком же виде он выглядит до настоящего времени. У нас есть коробка, есть кабель. Раньше он был такой вот шлейф параллельный, сейчас он последовательный, и к нему подключаются диски. Это интерфейс SCASE. SCASE делится на две части. SCASE physical, то есть это описание физического подключения сами кабели, интерфейсы, разъемы и так далее. И SCASE команды. Набор команд SCASE, который начался развиваться с 80-х годов прошлого века и продолжает развиваться сейчас. То есть все современные системы работают по этому протоколу. Что здесь можно сказать? Протокол SCASE, как я уже говорил, служит для подключения дисков к внутри сервера. Но в 80-х годах прошлого века появилась новая идея. Давайте сделаем централизованную систему хранения. Насколько я знаю, первой компанией, которая предложила такое решение, была когда-то компания EMC, хотя многие возражают, что ей принадлежит роль пионера, но тем не менее, как-то в общем считается, что это были они. И как только появились централизованные системы хранения, которые были отделены от серверов, появилась необходимость создания сетевого подключения, то есть подключить диски по сети к большому количеству серверов. И для этого были разработаны специальные сети, которые стали называться Storage Area Networks. В данном случае, когда разрабатывались сети Storage Area Networks, у нас остался протокол SCASE, как основной протокол доступа к данным, но осталась только его программная часть. Аппаратная часть была заменена другими протоколами, которые существуют внутри сетей SEM. Протоколов может быть несколько. Как уже многие из вас знают, основным сейчас является протокол Fiber Channel, но он не единственный. Возможно разные варианты, такие как, например, IP, есть протокол ISCASE, Ethernet, протокол FCOE, Fiber Channel over Ethernet. Есть варианты по использованию InfiniBand, например, ISCASE over RDMA, протокол ISR и так далее. Вариантов здесь много. Поэтому мы сейчас далее будем несколько минут говорить общие вещи не о Fiber Channel, а о том, как и почему, из каких компонентов строятся сети SEM, Storage Area Networks. Но вы здесь заметили, что у нас классические SCASE от сетевого SCASE отличаются только самой средой, но не отличаются системой команд. Система команд SCASE строилась изначально для использования по одному кабелю, прямому кабелю. Это не сетевой протокол. Соответственно, внутри себя интерфейс SCASE не включает фактически никаких команд по защите данных, по преодолению различных сетевых проблем, по преодолению пропадания сети и так далее. То есть он просто подменен на другие протоколы, такие как Fiber Channel или ISCASE. И, соответственно, эти протоколы должны обеспечить такую же надежность, как раньше обеспечивал физический протокол SCASE, который работал внутри кабеля. Соответственно, что такое Storage Area Networks? Storage Area Networks SEM – это объединение одной или нескольких сетей, которые соединяют между собой серверы и системы хранения данных. Как правило, сети SEM выделены, хотя существовали и существуют попытки использовать в качестве SEM стандартную LAN-сеть, сеть передачи данных. Для некоторых случаев, для некоторых решений это вполне оправданно, но, как правило, сеть должна быть выделена. И именно выделенная сеть обеспечивает наибольшую надежность, доступность и скорость работы. Соответственно, основная задача сети SEM – это соединять и разделять очень ценные ресурсы, а именно ресурсы хранения данных. То есть у нас с одной стороны есть набор серверов, один или много, у нас есть набор систем хранения от одной до любого количества, и между ними присутствуют сети, сеть SEM, которая может состоять из одной или нескольких так называемых фабрик. Об этом тоже буду говорить чуть позже. И здесь есть небольшое отличие от сетей стандартных LAN. Сети LAN существуют, так можно сказать, на фронт-энде центра обработки данных. Они соединяют между собой клиентов, то есть рабочие места пользователей, и серверы, которые обслуживают, собственно говоря, этих пользователей. Сети SEM, они существуют на бэк-энде центра обработки данных. То есть они фактически не видны пользователям. Нормальному пользователю незачем знать о том, как работает эта сеть. И он вообще может не знать о ее существовании. И в любом случае структура этой сети для него не важна, поскольку он никаким образом не общается с данной сетью. Ну вот, в принципе, мы сделали то, что хотели. Мы соединили серверы в единую сеть, подключили их к системе хранения одной или несколькой и вынесли внутренние диски серверов, которые раньше там стояли, во внешнюю систему. Это таким образом мы получили централизованное хранение данных. И теперь, соответственно, после того, как мы это сделали, мы получили ряд преимуществ. То есть, естественно, сеть сцен, централизованное хранение данных позволяет нам достичь большого количества преимуществ. Таких, как оптимизация хранения. Мы можем выдать любому серверу только тот набор ресурсов, который ему нужен. Мы можем эффективно защитить информацию такими способами, как снапшоты, репликация и так далее. Ну и здесь не буду подробно останавливаться. Это не тема нашей сегодняшней презентации. И большинству из вас, наверное, это все прекрасно известно. Но здесь возникает одно сразу такое новое обстоятельство. Что будет, если в этой сети пойдет что-то не так? Появятся какие-то ошибки? Пропадет соединение между серверами и системами хранения? Появится сбой оборудования. Не забывайте, мы начали говорить недавно о том, что фактически сеть сцен – это перенос команд скази в сетевую среду. Соответственно, о среде сцен можно думать как о большом длинном сказе кабеля. В принципе, с точки зрения операционной системы сервера, любой логический диск, находящийся на системе хранения и подключенный через сеть сцен, он является диском, который подключен к очень длинным сказе кабелем к серверу. Неважно, сервер виртуальный или физический. То есть, с точки зрения абстракции, это именно так. Соответственно, если сеть пропадает, если в сети начинаются проблемы, у нас начинаются проблемы с системами хранения. Немного отступления. Сети СЭН предназначены для блочного доступа к данным. Блочный доступ к данным означает, что управление файловой системой на диске осуществляет сервер. То есть, сами данные находятся на системе хранения. Тем не менее, файловая система управляет сервером, который может находиться на достаточно большом расстоянии от этой системы хранения и соединяется с этими дисковыми данными по сети. Соответственно, если в сети происходят какие-то проблемы, сразу же, с точки зрения операционной системы, начинаются проблемы с доступом к данным. И эти проблемы могут быть совершенно разные. Как потеря данных, как компрометация данных, сбой в операционной системе, сбой в файловой системе. Соответственно, многие современные файловые системы, насколько вы знаете, умеют прекрасно журнализоваться. Журнализирование файловой системы, как правило, позволяет эффективно уменьшить влияние таких ошибок. Но не забывайте о том, что, как правило, цель журнализирования защитить саму файловую систему от коррупции. Неправильно, наверное, сказал слово «corruption» в данном случае от сбоев. То есть мы защищаем саму операционную систему. Операционная система остается консистентной, но это не значит, что все данные, которые на нее записаны, останутся консистентными. Мы можем потерять часть данных, которые мы старались записать. Поэтому нужно смотреть на это достаточно серьезно. Проблемы в сети хранения данных могут привести к проблемам для всех серверов и для всех данных этих серверов, которые хранились на системе хранения. Поскольку таких серверов с появлением виртуальных машин их становится все больше и больше, чем больше таких серверов, тем больше проблем. Потенциально это испорченные файлы, испорченные файловые системы, испорченные данные, потеря доступа к операционной системе, крах операционной системы и так далее. То есть все, что угодно. И если говорить, опять же, о чем я упоминал, в современном мире никуда не денемся без виртуализации. Виртуализация, если особенно виртуальные машины грузятся с сетевых ресурсов, то здесь эти проблемы усугубляются. Соответственно, если сравнить с стандартными сетями LAN, Local Area Networks, при пропадании сети SEN и когда она восстанавливается, обычно все счастливы, потому что доступ к данным снова появился. И мы можем продолжать работать. С точки зрения SEN ничего хорошего здесь не произойдет. При восстановлении доступа к сети SEN мы восстановим доступ к данным. Но проблема может быть в том, что эти данные уже скомпрометированы, испорчены, и мы не можем их использовать далее. Нам придется восстанавливать эти данные, может быть, с бэкапа, либо еще каким-то ручным способом. То есть это ничего хорошего нам не принесет. Небольшое отступление. Если вы видите сейчас вот такой слайд сравнения, с левой стороны мы пишем OLAN, с правой стороны OSEN. Сегодня и далее я буду достаточно подробно и часто упоминать такие сравнения. К чему я это делаю? На самом деле сети LAN и сети SEN создавались совместно. Очень часто они используют ту же физическую инфраструктуру. Единственная разница здесь в том, что они выполняют немножко разные задачи. Если для сетей LAN, как я уже, может быть, говорил ранее, они предназначены для фронт-энда, центра обработки данных. И они изначально создавались так, что потери данных в них возможны. Соответственно, приложения, которые работают в сетях LAN, они работают, изначально писались таким образом, чтобы легко оптимизировать подобные ошибки, легко избегать их. Соответственно, если в сети LAN произошла потеря данных, если произошло временное отключение, приложение, либо сама рабочая станция легко может восстановить эти данные, никаких проблем нет. Сети хранения данных изначально строились как замена протокола SCASE, как сетевой SCASE протокол, поэтому здесь таких черт не было. И приложения, которые работают в сетях SEN, они работают немножко по-другому. И цель нашей сегодняшней презентации не утверждать, что, допустим, сеть SEN лучше, чем LAN, что Fiber Channel лучше, чем Ethernet, это не так. У каждого протокола есть свои достоинства и недостатки, но у каждого из протокола достоинства служат для того, чтобы подчеркивать те черты, в которых это лучше всего работает. То есть сети LAN лучше всего работают для фронт-энда, для передачи данных между рабочими станциями и серверами. Сети SEN построены совершенно для других задач. Поэтому таких сравнений будет достаточно много, и вы посмотрите для себя, возможно, узнаете что-то новое. Почему какие-то черты Fiber Channel используются именно так, почему какой-то функционал есть здесь и нет его в LAN, или наоборот, есть в LAN, нет в SEN. Ну и поймете, наверное, почему использование специализированных сетей в SEN необходимо и чаще всего предпочтительным является использование именно специализированных протоколов, таких как протокол Fiber Channel. Итак, продолжаем. Поскольку сети SEN для нас очень важны с точки зрения надежности, в сети SEN всегда используют полное дублирование компонентов. Если для сети LAN, естественно, все компоненты могут быть задублированы, но это всегда единая сеть LAN, сеть LAN, и мы можем объединять все компоненты, подключенные в этой сети, с точки зрения объединения интерфейсов в один дефицитический интерфейс, множественности путей в сети LAN, но, тем не менее, это единая сеть. Сети SEN всегда делаются таким образом, что все компоненты дублируются, более того, существует как минимум две независимые сети SEN, две независимые фабрики для доступа к данным, для того, чтобы обеспечить минимизацию количества ошибок. Потому что, как вы видите, от сетевых сбоев, от сбоев оборудования ни одна компания полностью защититься не может. И сбой, допустим, сети SEN часто приводит к тому, что большая компания начинает страдать от потери данных, и такие потери очень дорого этой компании обходятся. Поэтому сети SEN всегда проектируются так, чтобы избежать на самом низком уровне, то есть на уровне самого железа, не поднимаясь на уровень высшестоящих протоколов, даже теоретической возможности возникновения ошибок, возникновения сбойных ситуаций. Таким образом, как вы видите, мы всегда видим как минимум две сетевые карты, подключенные к серверу, две сетевые карты, подключенные к системе хранения. У нас всегда есть, прошу прощения, резервирование данных в системе хранения, у нас всегда есть две независимые фабрики, две независимые сети, между которыми нет связи. Это нам обеспечивает полную защиту данных в сети SEN. И, уходя уже от общих вещей, связанных с сетями SEN, возвращаясь к Fibre Channel, мы можем сказать, что Fibre Channel на настоящий момент является доминирующим протоколом для построения сетей SEN. Storage Area Networks. Естественно, существуют, как я уже говорил, и другие протоколы, они имеют свою нишу, но, тем не менее, Fibre Channel здесь занял свое достаточно большое место. Большинство сетей SEN строится именно с помощью этого протокола. Почему? Потому что он объединяет в себе такие черты, как высокая скорость доступа, надежность доступа и при этом возможность построения сети на уровне примерно такой же, как можно строить сети LAN. То есть мы можем построить хорошую сетевую среду с большим количеством коммутирующих устройств, большим количеством устройств, подключенных к этой сети. То есть у нас есть сети, в которых десятки и сотни тысяч портов присутствуют. Это все будет прекрасно работать, и это все может передавать одновременно все данные. Fibre Channel начал разрабатываться как стандарт еще в 1988 году, и в 1994 году первая версия стандарта была финализирована. Соответственно, Fibre Channel это не какой-то пропоритарный стандарт, который предлагает исключительно одна небольшая компания Bracket, это стандарт индустриальный. С ним работают все основные производители систем хранения, серверов и так далее. Есть организация под названием Fibre Channel Industry Association, которая занимается развитием этого протокола. В состав этой ассоциации входит большое количество компаний. Это и производители сетевого оборудования, такие как компании Broadcom, компании Cisco Systems, так и производители конечного оборудования, серверов, систем хранения. То есть фактически все производители систем хранения, все производители основные серверного оборудования, многие производители программного обеспечения, такие как Microsoft, являются участниками этой организации и продолжают разрабатывать этот стандарт. Почему? Потому что этот стандарт, этот протокол доказал свою надежность и высокую скорость работы, он жизненно важен для работы оборудования этих вендоров. Поэтому стандарт развивается, он никуда не уходит. Естественно, появляются какие-то конкурирующие решения, мы сегодня о них не будем говорить, но тем не менее, никаких признаков того, что, собственно говоря, Fibre Channel будет в ближайшее время заменен какими-то другими протоколами, нет. Как и любая технология, естественно, Fibre Channel не вечен, но пока он в ближайшие десятилетия, как минимум, останется основополагающим протоколом для построения сетей хранения данных. Fibre Channel — это гибридный транспорт. Он включил в себя черты от двух различных направлений. Одно из них — это так называемая канальные архитектуры, которые пришли сюда еще из мейнфреймов. В основе многих вещей, на которых разрабатывался Fibre Channel, были отнюдь не открытые системы, были протоколы, которые работали внутри мейнфреймов, такие как сетевые протоколы, такие как, например, NISCOM. И плюс сюда мы добавили еще сетевые свойства. Получился Fibre Channel, который включает в себя лучший из обоих миров. То есть он высокопроизводителен, он высоконадежен, но тем не менее обладает гибкостью сетевых протоколов. Потому что то, что мы видим для мейнфреймов, такие протоколы, как S-CON, FICON, они очень интересны, но они обладают, скажем так, не очень высокой гибкостью с точки зрения сетевых свойств. Об этом мы постараемся упомянуть в моих презентациях, наверное, не сегодня, когда дойдем до FICON и мейнфреймов. Итак, что такое Fibre Channel? Fibre Channel позволяет нам создать сети без потери данных и без задержек в передаче данных. Это все теоретически, конечно. В любой сети возможны потери данных, потому что она не может быть надежной на 100%, но тем не менее встроенные средства сети позволяют обнаруживать и исправлять эти ошибки. Это протокол, который позволяет передавать данные для многих задач. Соответственно, мы можем, естественно, и разрабатывались для того, чтобы работать с командами SCASE, но тем не менее возможны другие варианты, такие как TCP, IP, IP over Fibre Channel, такой протокол существует. Он может работать. Существуют протоколы, такие как FICON и SCON, это передача данных мейнфреймов. В последние годы появился новый протокол NVMe и появилась возможность передачи фреймов NVMe по Fibre Channel точно так же. Соответственно, можно сказать, что Fibre Channel это транспортный протокол, который может передавать по сети Fibre Channel любые полезные данные от других высокоуровневых протоколов. Соответственно, различные топологии подключения. Можно подключать устройство как точка-точка, то есть соединять напрямую сервер в систему хранения, не используя сетевое оборудование. Можно создавать фабрики с большим количеством портов. Здесь написано 224 порта. На самом деле, это ошибка в описании. До 224 коммутаторов можно подключить к сети. То есть очень большие сети можно использовать. Поддерживается большой набор скоростей подключения. Здесь написано от 8 до 32 гигабит в секунду. Сейчас можно уже говорить о скоростях от 1 гигабита до 64 гигабит в секунду. Здесь и безопасность. В связи с тем, что это изолированная сеть, к ней нет доступа от внешних сетей, от IP-сетей, никто туда не сможет попасть, кроме как люди, которые управляют этой сетью. Ну и большое количество внутренних протоколов, обеспечивающих безопасность. Соответственно, высокая надежность. С помощью различных технологий, о которых, опять же, будем говорить сегодня, можно достичь много чего в данной сети. Так, из каких компонентов состоит, собственно говоря, Fiber Channel, сеть Fiber Channel Senn? Ну, во-первых, естественно, это сервер, которым обрабатывает данные. В сервер устанавливается сетевая карта, которая для Fiber Channel называется традиционно Host Bass Adapter. Ну, это просто название сетевой карты. Она и выглядит, как сетевая карта, и практически тот же функционал осуществляет. Единственное, что называется вот таким специальным образом. У нас в сети Fiber Channel есть коммутаторы, которые очень похожи внешне на коммутаторы Ethernet. Их часто невозможно отличить. Внешне они выглядят точно так же. Кроме стандартных монолитных одноюмитовых, двухюмитовых коммутаторов, у нас есть так называемые большие директоры. Директор – это специфическое название Fiber Channel и представляет собой не что иное, как просто большой модульный коммутатор, где можно устанавливать различные платы расширения. Соответственно, комбинировать такое шасси, устанавливая в него нужное количество портов. Но по факту и по сути это точно такой же коммутатор Fiber Channel. Ну и, соответственно, система хранения. Важнейший компонент для нас, поскольку основная задача Fiber Channel – это соединение сервера с системой хранения. И сам рынок Fiber Channel является, по сути, своим рынком систем хранения данных. Что такое фабрика? Если вы когда-то работали с Fiber Channel, вы, наверное, слышали такое название. Фабрика – это специфичный термин Fiber Channel, который описывает общее окружение, состоящее из одного или нескольких коммутаторов, где доступ к любому порту устройства, подключенного к этим коммутаторам, можно получить с помощью специального логического адреса. Любой коммутатор, подключенный в фабрику, называется доменом. Так исторически сложилось. Одна фабрика состоит из одного или нескольких доменов. У каждого домена есть номер. И внутри к фабрике можно адресоваться с помощью специального логического адреса. Доступ к любому устройству происходит с помощью подобной адресации. На самом деле, Fiber Channel был первым протоколом, который придумал и реализовал концепцию фабрики. После этого фабрики появились и в других протоколах. Если вы слышали, были и существуют такие решения, как Ethernet фабрики, IP фабрики и так далее. Но для других протоколов это дополнительное решение, как один из возможных вариантов построения сети. Для протоколов Fiber Channel это основной принцип работы сети. Фабрика работает как единый организм. Фактически можно рассматривать фабрику как стэк коммутаторов отдельных. Но только в отличие от стэка коммутаторов Ethernet, где они соединены четкой фиксированной топологией. То есть у нас есть четкая топология стэка и другая топология сети невозможна. Для фабрики возможна любая сетевая топология. Возможно любое количество коммутаторов до 239 коммутаторов фабрики. И любые связи между ними. Тем не менее, это все является единой логической структурой, которая работает одновременно. Внутри фабрики находятся порты. И порты, которые соединяют между собой сетевые устройства. Существует несколько основных типов портов. Более подробно я буду говорить о портах позже, когда мы уже перейдем более подробно к тем технологиям, которые используются внутри фабриченнел. Но основных типов портов в фабриченнеле всегда три. Первое, так называемое N-порт. N-порт это логический порт, который находится на сервере и подключается к другому коммутатору. Или, если не используется сетевая технология, два N-порта, допустим, один на сервере, другой на системе хранения, могут быть подсоединены друг к другу и образовать вот такую вот point-to-point технологию. Дальше у нас есть так называемые F-порты. Фабрик-порт. Это порт на коммутаторе, к которому подключается конечное устройство. То есть N-порт всегда включается в F-порт, если это коммутированная сеть. Ну и кроме этого, у нас еще есть так называемые E-порты, expansion-порты, с помощью которых коммутаторы соединяются друг с другом. Не нужно думать, что это какие-то отдельные, совершенно различные физические порты. Это всего лишь программная конфигурация функционала определенного типа портов. То есть любой порт на коммутаторе, в зависимости от того, что к нему может быть подключено, может быть либо F-портом, либо E-портом, либо даже N-портом. То есть есть сценарий использования, когда ноут-порты могут присутствовать, в том числе и на коммутаторах. Это так называемый режим Access Gateway. Об этом мы будем говорить много позже. Ну и как выглядит наше устройство? Еще раз, мы уже на маленькой картинке это все видели. Здесь вот на этой картинке нарисованы два больших коммутатора наших. Снизу так называемый монолитный коммутатор. Вы здесь можете видеть, что это одна или двухъюмитовая коробка, в данном случае двухъюмитовая, на которой расположены физические порты, к которым подключаются конечные устройства. На верхней картинке у нас нарисован директор. Это так называемый модульный коммутатор. Вот здесь вы видите, что в шасси коммутатора может быть установлено до 12-ти плат расширения. Эти платы расширения используются для разных целей. Четыре из этих плат являются специальными служебными платами коммутатора. И остальные восемь – это стандартные портовые платы. Причем платы могут быть с разным количеством портов, с разным функционалом. И с помощью них можно добирать директор до необходимого вам состояния. Можно купить директор с одной портовой платы. И в дальнейшем, при необходимости, делать апгрейд этого решения до максимальной производительности, максимальной емкости. Ну и несколько слов следует сказать о другой стороне соединения, так называемой сетевой карты, которая, как я уже говорил, традиционно для протокола Fiber Channel называется Host-Based Adapter – HBA. Если вы возьмете стандартный HBA и стандартную сетевую карту, современную, с оптическими интерфейсами, большинство из них уже оптические, вы вряд ли сможете их отличить. И отличить их физически невозможно. Они используют для подключения ту же шину PCI-Express, они используют те же самые оптические порты по виду. То есть они выглядят точно так же, как обычные сетевые карты, но имеют немного измененный функционал, поскольку они не служат для подключения серверов или систем хранения не к стандартным IP-сетям LAN, а служат для подключения к специализированным SEND-систям и работают по протоколу Fiber Channel. С точки зрения операционной системы, если мы не опускаемся уже до уровня специализированных драйверов и фирмбаря этого адаптера, эти карты выглядят как SCAZI-адаптер. То есть операционная система думает, что она работает со SCAZI-адаптером, к которому подключен SCAZI-кабель, к которому подключен диск, обычный стандартный физический диск. На самом деле это Fiber Channel Adapter, который подключен к сети. На другой конце сети находится система хранения, внутри которой сформирован так называемый логический диск Logical Unit, который, опять же, и подключается к серверам. Но операционная система ничего об этом не знает. Она думает, что она работает со стандартным SCAZI-диском, подключенным к адаптеру SCAZI. Вот как выглядит, в принципе, набор драйверов и различного программного обеспечения, которое работает с хост-бас-адаптером, стандартным хост-бас-адаптером. Здесь, опять же, нужно упомянуть следующее. Когда говорят о Fiber Channel, обычно говорят, что оборудование Fiber Channel очень дорогое. Например, что Fiber Channel HPA являются излишне дорогими устройствами, и стандартные IP-карты намного дешевле. На самом деле это и да, и нет. Почему? Потому что с точки зрения Ethernet IP стандартных сетевых карт, они бывают совершенно разные. Бывают самые простые сетевые карты, основная задача которых заключается в сервизации, десервизации, то есть превращении логических команд в физические команды и передачи их по сети. Для таких сетевых карт всю обработку программную, всю обработку протоколов осуществляет центральный процессор компьютера. И такие карты действительно являются достаточно дешевыми. Если мы возьмем сетевые карты, которые по функционалу, скажем, схожи с Fiber Channel адаптерами, где весь программный функционал уже переложен на центральный процессор сетевой карты, а таких карт достаточно много, и все современные быстрые сетевые карты именно такие, то мы увидим, что цены их примерно одинаковые. Как вы видите, никакой обработки протоколов Fiber Channel внутри сервера не происходит. Сервер передает SCAZ команды на HostBus адаптер, и его задача преобразовать уже эти команды в команды Fiber Channel, передать по сети. Сервер сам ничего не знает о сетях Fiber Channel, он ничего не понимает в этом, никаких конфигураций там настраивать не нужно. Всем этим занимается, собственно говоря, сам HostBus адаптер. Первую часть мы завершили. Переходим к продолжениям. Сергей, у нас есть один вопрос от Павла Корзуна. Да. Может быть, его разблокировать, чтобы он мог сказать что-нибудь? Ну, так, 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 так. Если он сможет, я готов выслушать. Сейчас он, правда, руку опустил сейчас. Сейчас, секундочку. А, случайно нажал. Все, вопросов нет. Хорошо. Вы можете задавать, опять же, все вопросы. Я постараюсь на них ответить, может быть, в конце сегодняшнего моего выступления. Итак, переходим к следующей теме. Уровни протоколов Fiber Channel. И здесь сразу же следующий слайд. Сравнение двух типов стеков протоколов Fiber Channel и стандартных стекопротоколов TCP IP. Ну, вообще, на самом деле, если мы посмотрим на сети LAN, есть так называемая Open System Intercurrent Connect Reference модель, которая описывает 7 уровней протоколов. От уровня Application до уровня Physical. Соответственно, на двух нижних уровнях находится протокол Ethernet. Следующие два уровня — это протокол TCP IP. То есть, это именно сетевые протоколы. И дальше уже следующие три уровня. Они описывают протоколы, которые работают, как правило, уже на уровне серверов и служат для передачи данных. Подобный же набор стек-протоколов есть и для Fiber Channel. Но, в отличие от Open System Interconnect Reference модель, здесь уровней протоколов 5. От FC0 до FC4. Причем, для нас наиболее интересны три нижних уровня. FC0, FC1 и FC2. Они напрямую никак не транслируются в те уровни протоколов, которые есть в Open System Interconnect Reference модели. Они немножко другие. Но, тем не менее, многие вещи похожи. Первые три уровня, мы сейчас к ним вернемся, это FC0, самый нижний уровень, это медиаконнекторы и кабели. И вот, на самом деле, этот уровень, он самый, наверное, простой с точки зрения понимания и полностью соответствует тому, что мы имеем для стандартных сетей LAN-WAN. То есть, в данном случае, Fiber Channel не изобретает никакого велосипеда. Мы используем те же самые оптические кабели. Мы используем точно такие же устройства для модуляции и демодуляции данных, транссивера, как используется в стандартных Ethernet-сетях. И три нижних уровня, они называются FCPH, и это относится к физическому и сигнальному уровню. То есть, они для нас наиболее интересны, поскольку именно на этом уровне работают наши коммутаторы. Мы можем посмотреть, как и что в них работает. Единственное, наверное, серьезное отличие от сетей Ethernet, от сетей IP в том, что Fiber Channel традиционно практически не использует медные кабели. Начиная с гигабитного Fiber Channel мы практически полностью ушли в оптику. Стандартным предусмотрено использование медных кабелей для Fiber Channel, но, как правило, на практике никто так не работает. Такие кабели можно встретить, наверное, только внутри систем хранения, где присутствуют еще диски с интерфейсом Fiber Channel. Но таких дисков, таких систем хранения практически уже в современном мире не осталось. Это уже какие-то очень старые системы, давно снятые уже даже, наверное, с поддержки. Поэтому это больше теоретический уровень. Мы практически всегда работаем на оптике. Ну, к оптике и перейдем. Несколько слайдов, в которых я буду рассказывать, наверное, для многих будут общеизвестны. Что такое оптика, как она работает. Но, тем не менее, как оказалось, многие слышали о том, что такое оптические кабели, но не очень представляют, как все это работает. Ну, что мы используем? Мы используем так называемый Fiber, волоконную оптику. И само перевод этого слова, в принципе, означает, что это фактически среда, которая предназначена для передачи света на расстоянии. То есть, с одного стороны кабеля входит световой поток, с другого стороны кабеля он выходит. Оптика, как правило, современная оптика использует стекло. Ну, можно использовать и пластик, но сейчас практически все используют для этого стекло. Почему? Почему используется именно такой вариант? Почему на самом деле он завоевал практически весь современный мир, и практически все современные сети строятся на оптике? Ну, во-первых, оптика очень дешевая. То есть, стекло – это фактически камень, которого в природе очень много. В отличие от меди, или серебра, которые очень дорогие, стекло – это один из самых дешевых материалов, которые можно встретить в мире. Он, этот материал, очень легкий. Опять же, сравните по весу медный кабель, оптический кабель, вы увидите, что по весу стекло намного легче. Здесь не указан этот факт, но тем не менее, стекло – это очень прочный материал. Хотя наш повседневный опыт доказывает нам обратное, но на самом деле невысокая прочность стекла связана с его хрупкостью. Тем не менее, например, по сопротивлению растягивания стекло, например, намного прочнее, чем та же самая медь. Но это физические свойства. Главное для нас – это возможность передачи информации. То есть, по одному оптическому кабелю можно передавать одновременно данных до 20 терабит в секунду. Это современные характеристики. В дальнейшем есть пределы, есть возможности для роста. Соответственно, мы не можем себе представить такую же пропускную способность металла. Один оптический кабель может передавать нам практически неограниченное количество данных в единицу времени. Кроме того, по одному оптическому кабелю мы можем передавать огромное количество независимых сигналов одно и то же время, которые никак не будут влиять друг на друга. То есть, никаких наведенных ошибок при этом не будет. Просто разные длины волн света используем, и все. Мы можем передавать свет по современным технологиям по оптическому кабелю на практически любые расстояния. Без усиления передачи света по оптическому кабелю возможно на расстоянии до 100 километров и больше. Что самое интересное, технологии развиваются, и без перекладки кабелей, которые положены часто по одному океану, мы можем передавать по оптическому кабелю, по тому же самому кабелю все больше и больше информации, за счет того, что мы просто меняем оконечные устройства. Это основные преимущества оптического кабеля, поэтому мы их используем. И по поводу дешевизны, оптический кабель действительно очень дешевый. То есть, катушка кабеля 10-километровая стоит десятки долларов, если это покупать оптом. То есть, это, в принципе, очень дешевый материал, намного дешевле, чем медный кабель. Ну и опять же, если вернуться к школьному курсу физики, мы вспомним, что теоретически свет в вакууме распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду примерно. Но если мы попытаемся передать свет в какой-то другой среде, например, в воде или в стекле, то скорость света там, естественно, снижается. И в данном случае у нас есть так называемый индекс рефракции, который показывает снижение скорости света в среде относительно скорости света. Например, для воды это 1,33. Точно так же для стекла скорость света в стекле не 300 тысяч километров в секунду, как в вакууме, а примерно 200 тысяч километров в секунду. И если вы помните, опять же, школьный курс физики, когда свет переходит границу между средами, он преломляется, то есть изменяет направление движения. Если мы внутри стекла передадим световой поток под нужным нам углом, то фактически при преломлении он не покинет пределы стеклянного кабеля, а отразится от его стенки и вернется обратно. Таким образом, свет останется внутри кабеля, и его можно по этому оптическому кабелю передавать на практически неограниченное расстояние. Вот как это выглядит. Да, у нас есть конус ввода, куда мы можем передавать оптические лучи. То, что передано в этом конусе ввода, будет в дальнейшем отражаться от стенок. В данном случае у нас оптический кабель состоит из двух частей. У нас есть ядро с одной степенью преломления и внешняя часть, клейдинг, которая имеет другую степень преломления, индекс рефракции. Соответственно, световой пачок отражается от стенок и путешествует по оптическому кабелю. С одной стороны оптического кабеля у нас расположен передатчик, с другой — приемник, фотодетектор. Соответственно, передавая импульсы света с одной стороны, с другой стороны они достигают фотодетектор, там декодируются, и таким образом мы передаем информацию. Но, как вы понимаете, у нас есть такая вещь, как attenuation, то есть затухание. То есть оптический сигнал в любом современном кабеле затухает. Но при этом качество кабелей у нас постоянно улучшается. Если, допустим, в 80-х годах прошлого века оптические кабели были такими, что мы могли придавать по ним световой пучок на расстояние от нескольких метров до нескольких десятков метров, то, как я уже сказал сейчас, это десятки и сотни километров может быть между приемником, между передатчиком и фотодетектором. Соответственно, затухание производит у нас равномерно по всей линии связи, плюс в кабеле у нас есть коннекторы. Когда мы соединяем несколько кабелей между собой с помощью специальных соединителей, естественно, какая-то потеря светового пучка есть в этих коннекторах. Плюс кабели имеют привычку рваться сами по себе, либо их следствие механических повреждений. У нас появляются так называемые сплайсы, где кабель сваривается снова. Соответственно, там есть еще какие-то потери на этих разрывах, бывших разрывах. И у нас есть еще отражение, reflectance, то есть reflection, или так называемый return loss. Этот показатель часто очень указывается в документах на оптическое оборудование. Часть оптического пучка света, который испускается передатчиком, она возвращается к нему обратно. То есть это тоже потеря мощности сигнала. Соответственно, для того, чтобы данные дошли и были расшифрованы фотодетектором, у него есть определенная чувствительность, данные должны быть прийти в таком виде, чтобы он мог их увидеть и мог их декодировать. Измеряем потерю сигнала в линии мы в децибелах. Почему в децибелах? Вообще, децибел, так называемый, что такое децибел? Это относительная величина. И она определяется формулой, на которой написано на этом слайде. Это 10 умножить на логарифт отношения входной мощности к выходной мощности. Почему мы используем логарифмическую шкалу? Потому что если мы смотрим на затухание сигнала на двух соединенных между собой участках кабеля, то затихание в первом участке нужно умножить на затухание во втором участке. Они не суммируются, а умножаются друг на друга. Такое измерение сигнала не очень удобно с точки зрения простоты его использования. Если мы переходим к логарифмической шкале, мы легко можем складывать показатели затухания на одном участке к показателю затухания на другом участке. Это удобство чисто техническое, чисто удобство для человека, для восприятия информации, не более того. Соответственно, если посмотреть на эту формулю, то мы увидим, что затухание на 50% в два раза на участке означает потери данных на 3 децибела. 90% затухания – 10 децибел, соответственно, 99 данных мы потеряли, говорят о потере 20 децибел. Таким образом, мы меряем затухание в кабеле. Соответственно, мы всегда, соединяя приемник и передач, должны посчитать оптический бюджет соединяющего его оптического кабеля. У каждого устройства передачи данных есть мощность, которая измеряется в децибел на милливатт, максимальная и минимальная. И у приемника есть фоточувствительность, которая тоже измеряется в децибел на милливатт, максимальная и минимальная. Соответственно, оптический бюджет кабеля должен был быть таким, чтобы быть не больше, чем минимальная мощность передатчика минус минимальная фоточувствительность фотодетектора. И только тогда, ну и плюс еще добавляя сюда какие-то небольшие запасы по мощности на случай старения кабеля, ухудшения его характеристика, либо разрывов, мы можем гарантировать передачу данных от источника к приемнику. Но это еще не все. Когда мы передаем данные по оптическому кабелю, мы передаем данные с помощью нескольких различных длиннов волны. Разные длины волны распространяются с немного разной скоростью. Разница не очень большая, но на больших расстояниях, и учитывая, что длина волны очень маленькая, это приводит к тому, что сигнал расползается. То есть если на входе у нас есть острые пики сигнала, то на выходе они начинают сливаться друг с другом, и это называется хроматической дисперсией. Вообще дисперсия, то есть ухудшение сигнала, с точки зрения оптики существует огромное количество различных вариантов дисперсии, больше десятка. Для нас интересно, для оптики, для Fiber Channel два типа. Это хроматическая дисперсия и модальная дисперсия. Об этом расскажу чуть позже. Соответственно, что делать, если такое происходит? Мы можем либо регенерировать сигнал, то есть превращать его снова из оптического в электрический, и потом снова с помощью специального устройства в оптику. Это достаточно дорого и сложно. Либо использовать специальные оптические устройства, комбинсаторы хроматической дисперсии. Это тема отдельного разговора, и тема разговора не про Fiber Channel. Мы все-таки используем уже готовую оптическую инфраструктуру, которую предлагают нам производители. И такие варианты с учетом дисперсии больше интересны, когда мы соединяем центры обработки данных на достаточно больших расстояниях, используем специфическое оборудование, которое называется CWDEM, DWDEM. Итак, вернемся к кабелям. Существует два основных типа оптических кабель, которые мы используем. Они называются, соответственно, одномодовая оптика и многомодовая оптика. В опте оптический кабель, если вы посмотрите на данный рисунок, состоит из трех частей. Есть так называемое ядро, glass core, которое может быть либо достаточно тонким, для стандартных оптических кабелей оно примерно 9 микрон, либо достаточно толстым, 50 либо 62,5 микрон. Дальше идет внешний слой, который называется glass cladding, который, как правило, имеет диаметр 125 микрометров. И все, что выше, все, что сверху, это оболочка. Когда мы берем стандартный оптический кабель, который многие из вас видели в дата-центрах, большую часть его толщины занимает именно оболочка, которая всего лишь защищает кабель от повреждений. Сам оптический кабель, как я уже сказал, он всего толщиной 125 микрон. Это тоньше, чем игольное ушко. И, собственно говоря, поскольку между glass core и glass cladding они имеют разный индекс рефракций, именно внутри происходит отражение сигнала и передача сигнала на расстояние. Соответственно, как я уже сказал, существует два типа оптических кабелей. И они, бывает, оптика мультимодовая и так называемая одномодовая оптика. Чуть подробнее об их разнице. Первая – это мультимодовая оптика. На самом деле она появилась второй. Первой была одномодовая оптика. Она появилась еще в начале 80-х годов. Лишь к началу 90-х годов прошлого века изобрели мультимодовую оптику. Но, тем не менее, мультимодовая оптика используется намного чаще, чем одномодовая. Почему? Потому что просто она дешевле. Дешевле не сам кабель, дешевле оборудование, с помощью которого мы работаем с этой оптикой. Поскольку там ядро этого оптического кабеля намного толще, то есть 50 микрон, сравните с 9 микронами для одномодовой оптики, мы можем использовать более дешевые трансмиттеры света, больше дешевые источники света. Как правило, это используются лазеры. Для одномодовой оптики используется лазер, для многомоды мы можем использовать уже полупроводниковые источники света. Мы можем использовать для мультимодовой оптики более дешевые фотодетекторы. Но, поскольку у нас это дешевое, здесь возникают проблемы с расстоянием. Здесь возникает так называемая модальная дисперсия. Объясню, в чем здесь возникает проблема. Если вы посмотрите на верхний рисунок, вы видите два луча света. Эти лучи света могут отражаться по-разному. То есть угол входа их в оптическое ядро кабеля может быть совершенно разным. Соответственно, и путь, который проходит этот пучок света от ввода его в кабель до выхода, он может быть совершенно разным. То есть, конечно, расстояние с точки зрения обычного человека кажется несущественным, но с точки зрения декодирования сигнала они достаточно существенны. И таким образом входящий сигнал, острый импульс на входе, он потихоньку начинает расползаться и на выходе может превратиться в неразличаемый фотодетектором 0 и 1. Поэтому расстояние здесь мы ограничены количеством метров. Передать данные по мультимодовой оптике можно на расстоянии от десятков до максимально несколько сотен метров. И это ограничивает его применение. Существуют различные типы одномодовой оптики. Все они отличаются в основном только качеством самой оптики изначально. Единственное тут отличие, оптические кабели под названием OM1 имели более толстое ядро, 62,5 микрона. Начиная с OM2 используется ядро 50 микрон. И они имеют разную расцветку, когда мы смотрим на подобные кабели. Если говорить в общем, если вы посмотрите в современный центр обработки данных, где между собой соединены различные коммутаторы, это могут быть коммутаторы FC, могут быть коммутаторы Ethernet, в основном используется многомодовая оптика. Одномодовая оптика имеет более тонкое ядро кабеля. И здесь возникает интересный оптический эффект. Опять, если же вернуться на два слайда назад и посмотреть на верхний рисунок. Мы видим, что есть здесь несколько путей направления сигнала. Он отражается может по-разному. Но поскольку здесь достаточно миниатюрное ядро этого кабеля, то перемещение света внутри подобного оптического устройства по-хорошему нужно описывать не с помощью линейной оптики, к которой мы привыкли в школе, а с помощью волновой оптики. Волновая оптика говорит нам о том, что вот эти направления распространения сигнала отнюдь непроизвольны. Существует несколько подобных направлений, которые называются модами. Они четко фиксированы. Причем при определенном соотношении между диаметром ядра и длиной волны светового потока количество этих модов, количество направлений передачи света снижается ровно до одного. И мы получаем одномодовую оптику. То есть логически представить это себе достаточно сложно, но тем не менее это так. Свет в таком кабеле может передаваться строго по одному направлению, не отражаясь от стенок. В данном случае мы хорошо видим, что у нас длина волны 1310 нанометров, стандартная для передачи данных по одному моду, она всего лишь примерно в 7 раз меньше, чем диаметр ядра. Здесь четко работает волновая оптика. Поскольку свет не отражается нигде, мы не получаем потери света на затухание, мы не имеем модальной дисперсии и мы можем передавать данные на достаточно большие расстояния до десятков, а иногда до сотен километров. Существуют различные типы кабеля, ОС1, ОС2 и так далее. Это все в основном является уже зарегистрировано наименованиями различных компаний, но тем не менее. Как мы используем наши кабели? Обычно мы используем наши кабели как полностью дуплексную связь. Мы используем в Fiber Channel традиционно два кабеля для передачи двух устройств. По каждому кабелю свет передается в одно направление. С каждой стороны кабеля стоят отдельно источник света, трансмиттер и отдельно фотодетектор, приемник. Таким образом, для того, чтобы передать данные, нам нужно всегда два кабеля. По одному кабелю данные идут в одном направлении, по оптическому, по другому кабелю – по другому направлению. На самом деле, естественно, можно использовать и один кабель. Можно передавать по одному кабелю много длин волн, что и прекрасно используется в технологиях CWDM и EWDM. Но это приводит к удорожанию всей инфраструктуры. Как я уже говорил, сам кабель дешевый, источники передачи и фотодетекторы достаточно дорогие, поэтому дешевле использовать вот таким образом и использовать самые дешевые передатчики, самые дешевые приемники. Поэтому, как правило, особенно для многомодовой оптики, мы всегда используем два оптических кабеля. Внутри центра обработки данных это всегда замечательно. Я уже упоминал, что обложка кабеля, то есть сама сверхняя защита, она имеет, как правило, разную цветовую дифференциацию. То есть для оптики OM3 и OM4 она голубая, аква, такая аквамариновая, я бы сказал. Для OM1 и OM2 это оранжевый, для OS1 кабеля это желтый цвет, ну и так далее. Оптически медные кабели имеют голубой цвет. Таким образом, взяв в руки кабель, можно сразу примерно понять, к какому кабелю, к каким характеристикам он относится. Ну и на концах кабеля должны быть коннекторы. Мы должны каким-то образом, во-первых, соединять два кабеля между собой и, во-вторых, подключать их к оконечным устройствам, которые преобразуют свет в электрику. Все коммутаторы, которые мы используем, являются на самом деле электрическими коммутаторами. Все устройства оконечной сетевой карты тоже являются электрическими устройствами. Свет используется только для передачи данных между ними. Поэтому нам, естественно, нужны разъемы. Существует огромное количество подобных разъемов. Для Fiber Channel используются сейчас в основном два типа разъемов. Был еще устаревший тип разъема, так называемый SC, Siemens Connector. Он был первым, но сейчас, начиная с 2-гигабитного Fiber Channel, он уже не используется. Используется его стандартная замена, так называемый Lucent Connector. Он очень похож на коннектор, или LC Connector. LC Connector очень похож на коннектор SC, только он физически немного меньше. Это позволяет строить нам более компактные устройства, размещать больше портов ввода-вывода на единицу, на один монтажный юнит в сервере. И еще один тип разъемов, который появился недавно, так называемый MTP-MPO разъем. Чем они интересны? Если стандартный LC-SC коннектор – это один или два кабеля, то коннекторы MTP-MPO позволяют в один коннектор собирать до 12 оптических кабелей. Таким образом, одним коннектором мы соединяем сразу большое количество путей для передачи света. И можем передавать намного больше информации. Такие коннекторы, как LC, так и MTP-MPO, используются и для Fiber Channel, и для стандартных сетей передачи данных. Эти коннекторы подключаются к так называемым оптическим трансиверам, которые существуют в форматах так называемых SFP, либо QSFP форматах. Вот как все это выглядит. То есть у нас есть коммутатор, либо это не коммутатор, либо это сетевая карта, в которую вставляется трансивер, к которому подключаются оптические кабели. Трансивер на входе со стороны конечного устройства получает электрический сигнал, преобразовывает его в оптический и передает дальше по сети передачи данных. Либо наоборот, другой порт этого трансивера принимает оптический сигнал, декодирует его и передает как электрический сигнал уже внутрь устройства. Вообще количество и типов трансиверов, их на самом деле огромное число, но, как я уже говорил, используются в основном в современных два типа. SFP трансиверы, и у них существует огромное количество различных модификаций, такие как SFP, SFP+, SFP28, SFP56 и так далее. Ну и MTP, MPO-коннекторы, которых тоже большое количество, это QSFP-трансиверы, QSFP28, QSFP+, и так далее. CXP, которые появились не так давно, большое количество подобных оптических коннекторов, оптических трансиверов у нас существует. Мы используем в Fiber Channel только коннекторы в настоящее время формата SFP и QSFP. И, соответственно, если посмотреть на наши коммутаторы, мы видим, что к такому коммутатору подключается большое количество оптических кабелей. Как вы видите, оптические кабели, вещь такая интересная, они достаточно хрупкие. Если мы начинаем изгибать оптические кабели, мы можем его сломать. Кроме того, мы говорили с вами о модальной дисперсии. Если мы сгибаем оптический кабель, мы ускоряем и увеличиваем эту модальную дисперсию для разных потоков светового луча, проходящих по этому кабелю. Поэтому к монтированию оптических кабелей нужно подходить очень и очень ответственно. И для этого существуют отдельные решения, которые называются структурированные кабельные сети. И для них много совершенно существует различных патч-панелей, различных перекодников. Это тоже не тема сегодняшней нашей презентации, но вы должны это узнать. Для современного центра обработка данных использование подобных решений – это жизненная необходимость. Практически никогда невозможно соединить между собой напрямую сервер, коммутатор и СХД. Нужно использовать подобные патч-панели и подобные специальные кабели. Далее переходим к следующему уровню Fiber Channel. Мы проходили уровень FC0, который говорил нам о физическом соединении. Дальше мы говорим о декодировании и декодировании сигнала при передаче данных по сети. Итак, что мы передаем по сети? По оптическому кабелю мы передаем фактически импульсы свет. Вот написано много чего, но по факту стандартной процедурой модуляции там называется NRZ. NonReturnTo0, что означает, что передавая 0, мы фактически ничего не передаем по сети, там в кабеле просто темнота. Передавая 1, мы передаем оптический сигнал. Если у нас есть подряд 2 единицы, между ними перерыва нет. То есть передача света не прерывается между двумя единицами. Такой тип модуляции хорошо работает до скорости работы 25 ГБ. Дальше начинаются уже проблемы, дальше начинается уже использование других типов амплитудной модуляции. Но это, опять же, не тема сегодняшней презентации. Кроме того, мы используем пришедшую к нам из Ethernet технологию, которая называется Forward Error Correction, которая включает в себя при передаче специальные биты контроля четности. Таким образом, мы можем корректировать до 11 ошибок, битных ошибок, на каждые 2080 байт переданных данных. И для современных скоростей Fiber Channel, таких как 16 и 32 ГБ, использование Forward Error Correction технологии, оно обязательно практически. Для 16 ГБ оно опционально, но сильно рекомендуется. Для 32 ГБ современного Fiber Channel это обязательная технология, и отказаться от нее невозможно. Что мы передаем по сетям передачи данных? В Fiber Channel вся передача идет с помощью специальных, так называемых, Transmission Word. Слово. Что такое слово? Это 4 байта, 4 символа. При этом эти слова делятся на два типа, так называемые Ordered Set и Data Word. Data Word это всегда понятно, что это полезные данные, которые мы передаем по сети. Это та полезная информация, которая передается от одного, от источника к приемнику данных. Кроме того, у нас есть служебная информация, и вот это у нас уже есть, собственно говоря, Ordered Set. Здесь есть несколько типов этих Ordered Set. Во-первых, есть Frame Delimiter. Естественно, как и в любом сетевом протоколе, мы передаем данные с помощью фреймов, кадров, пакетов. И каждый такой пакет должен иметь идентификатор начала пакета и идентификатор конца пакета. Есть примитивные сигналы, с вами Fill Word, например. Fill Word, об этом буду говорить чуть позже, по кабелю Fiber Channel данные передаются всегда. Даже если у нас нет полезной информации, которую нужно передавать, мы вынуждены передавать по оптическому кабелю какие-то данные для того, чтобы постоянно синхронизировать источник и приемник. Поэтому Fill Word, то есть система знает, что это не полезная информация, это просто забитый канал, они передаются всегда. Но есть специальные служебные сигналы, такие как Receiver Ready, Virtual Channel Ready и так далее, которые тоже могут передаваться по сети. Кроме того, есть примитивные последовательности. Они нужны для того, чтобы установить, для инициализации линка между двумя портами, для реинициализации линка, для определения того, что происходит в нашем канале. За инициализацию линка отвечает протокол, который называется Fiber Channel, так называемый Port State Machine. Он работает для окружения коммутируемого. У нас еще, об этом тоже буду говорить немножко позже, существовали раньше до коммутируемого Fiber Channel технологии, которые назывались Arbitrated Loop, когда несколько портов, несколько устройств могли подключаться фактически в кольцо. Для инициализации кольца использовался протокол Loop Port State Machine. Но сейчас можно говорить об этом уже как об сильно устаревшем протоколе, практически он сейчас не используется. Port State Machine нужно для того, чтобы инициализировать порты и установить связь между ними. Ну и как я уже говорил, у нас в линк всегда передается, в линке всегда передается какая-то информация. Как правило, что будет для вас очень интересным, по линку не передается никакой полезной информации. Очень редко фреймы по нему проходят, потому что на самом деле пропускная способность линка Fiber Channel такая большая, что загрузить его на 100% достаточно сложно, поэтому между фреймами проходят филворды. Ну и иногда идентификаторы, такие как Receiver Ready, которые сигнализируют о том, что фрейм передан от источника приемника. Это сигнал приемника о том, что он принял данные. Существует два типа филвордов. Я сейчас на этом не буду останавливаться. При переходе к 8-гигабитному Fiber Channel тип филворда был изменен. Это было сделано по некоторой технической необходимости передачи данных по линии. И в свое время были определенные проблемы, потому что была выпущена новая версия стандарта. Конечно, не все производители придерживались правильной этой версии стандарта. И на 8-гигабитном Fiber Channel были проблемы иногда с инициализацией линка между источником и приемником. Начиная с 16-гигабитного Fiber Channel, который уже сейчас является базовой, скажем так, той базой, которая продается сейчас и эксплуатируется, эти проблемы исчезли, поскольку филворд зафиксирован. И мало того, при инициализации источника и приемника филворд выбирается автоматически. Второй уровень доступа, для нас уже самый третий, скажем сначала, FC2 Framing Protocol Flow Control. Наверное, это, наверное, будет, может быть, последнее, на чем я успею сегодня остановиться, но постараюсь двигаться побыстрее. Он отвечает за управление потоком данных в линке. Здесь есть много интересных особенностей. Итак, что у нас происходит при передаче данных? Данные, как я уже говорил, полезные данные при передаче данных между источником и приемником, оформляются в стандартные фреймы, то есть пакеты данных. Пакет данных имеет максимальную фиксированную длину. Об этом расскажу на следующем слайде. Эти пакеты данных могут объединяться в так называемой последовательности, sequence. Sequence — это что такое sequence? Это однонаправленная последовательность фреймов, логически относящиеся к одной сказе команде. И у нас есть такая вещь, как exchange. Exchange — это обмен данных. Ну, так вот, сказе команды, которую мы и оперируем при передаче данных, с точки зрения Fiber Channel, они полностью преобразуются в exchange. То есть у нас сказе команда, допустим, сказе read, сказе write, она может состоять из нескольких эксченжей, каждый из которых, извиняюсь, из нескольких секвенсов, каждый из этих секвенсов может состоять из нескольких фреймов. И все это передается по сети Fiber Channel. Итак, переходим к фреймам. Самая простая наша вещь, самая минимальная пакет данных, полезных данных, которые передаются по сети. Фрейм состоит из нескольких частей. Первый из них — 4 байта, идентификатор начала фрейма. Дальше 24 байта — это заголовок, где описывается много чего. Источник данных, приемник данных, класс передаваемых данных и так далее. Дальше полезная нагрузка — до 2112 байт. Дальше идет 4 байта контроля четности, и после этого идентификатор конца фрейма. Почему фрейм выбран именно такой длины? 2112 байт полезной данных могут полностью себя включить стандартный 2-х килобайтный блок, которым обменивается большинство современных операционных систем при записи данных. Таким образом, обычно передаваемый блок данных полностью включается в один фрейм, не нужно ничего дробить. Внизу слайда указан типичный заголовок, состоящий из 24 байтов. Что здесь для нас интересно? У нас есть такие поля, как Destination ID, Source ID. Это источник данных и приемник данных. Адрес источника и адрес приемника. На самом деле, я здесь подробно об этом тоже не буду останавливаться. Мы об этом будем говорить позже. Но здесь еще присутствует, кроме этого, идентификатор сиквенса, то есть к какой последовательности относится данный фрейм, и идентификатор эксчейнджа, то есть к какой сказе команды относится данный фрейм. То есть вся информация для того, чтобы соотнести данный фрейм с определенной командой сказе ввода-вывода и более того, указать, в какой позиции команды ввода-вывода находится данный фрейм, есть внутри данного заголовка. И здесь мы приходим к тому, что Fiber Channel является очень эффективным протоколом с точки зрения передачи полезной информации. Мы передаем очень мало служебной информации. У нас практически нет энкапсуляции. Если вы посмотрите на стандартные сети передачи данных, то вы увидите, что у нас есть протокол, допустим, TCP-IP. Когда мы говорим передачи данных TCP-IP, это значит, что у нас есть Ethernet-фрейм, который заворачивается в пакет IP, который заворачивается в пакет TCP, в который может заворачиваться еще много чего. Допустим, полезные протоколы передачи данных, такие как HTTP, FTP и так далее. В данном случае, если мы посмотрим на Fiber Channel, то во фрейм Fiber Channel мы заворачиваем непосредственно сказе команды, сказе блоки и все. Никакой энкапсуляции данных нет. Это упрощает нам обработку с точки зрения процессорных ресурсов. Это позволяет нам на определенной скорости передавать большее количество данных. В свое время приводились сравнения. Скажем так, 4-гигабитный Fiber Channel позволял передавать данные со скоростью больше, чем 10-гигабитный протокол iSCSI за счет просто более эффективного протокола меньших количества энкапсуляций. Что еще интересно? С точки зрения сетей LAN, стандартных сетей передачи данных, они всегда строились, исходя из того, что медиа, то есть по которой мы передаем данные, она может быть разделяема между различными устройствами. Мы можем подключить к одной медиа несколько устройств, и они будут ее совместно использовать в зависимости от того, кто первый получил доступ. С точки зрения сетей SEN, все соединения всегда используются как точка-точка. Никаких общих использований ресурсов не предусмотрено. С точки зрения сетей LAN, Ethernet – это протокол, который не гарантирует доставку фреймов. Более того, в протоколе Ethernet официально предусмотрена возможность так называемый frame drop. То есть когда у нас сеть начинает быть загружена больше, чем она может передать, протокол Ethernet вполне официально может отбрасывать фреймы. И это и контроль доставки фреймов, контроль обеспечения того, что все пакеты данных будут доставлены от источника к приемнику, ложится либо на вышестоящие протоколы для стэка протоколов IP. Самым низким является протокол TCP, либо еще на более высокие протоколы, либо на сами приложения. С точки зрения сетей SAN, изначально сети SAN строились как сети без потери данных. То есть это было заложено в саму терминологию сети, в саму философию сети. Соответственно, для того, чтобы это добиться, используется механизм так называемых буферных кредитов. Что он означает? Это означает, что приемник данных, всегда приемник, дает передатчику несколько кредитов на передачу данных. Он говорит, передатчик, ты можешь мне передать 4 фрейма, я готов от тебя их принять. Соответственно, передатчик может передать 4 фрейма и до тех пор, пока он не получил от приемника подтверждение о том, что эти 4 фрейма доставлены, обработаны и они не являются сбойными, то есть все хорошо с контролем четности, он не имеет права передавать еще хотя бы один фрейм. Эта технология используется не только в протоколе Fiber Channel, но и в других протоколах. Несколько раз мы уже слышали о том, что технология буферных кредитов является устаревшей. Возможно, это и так. Протокол Fiber Channel не нов, он появился еще в 90-х годах прошлого века, но тем не менее, все современные сети с гарантированной доставки данных, такие как InfiniBand, OmniPath, PCI Express, основаны на той же самой технологии буферных кредитов. Возможно, потому, что других вариантов еще не изобрели. Мы должны всегда использовать буферные кредиты при передаче данных от источника к приемнику. Этим мы сильно отличаемся от протокола Ethernet, где такая технология не используется. В Fiber Channel стандартом определено несколько классов сервисов, некоторые из них используют подтверждение передачи данных, то есть всегда используются буферные кредиты, но еще мы отличаемся, на каком уровне мы подтверждаем получение этих буферных кредитов. Существует как минимум шесть различных классов сервисов, при этом компания Bracade в наших продуктах использует классы сервисов 2, 3 и F. И это самые распространенные классы сервисов. На самом деле, как правило, везде используются классы сервисов 3 и F. 3 – это передача данных между двумя устройствами, и класс сервисов F зарезервирован для внутренней передачи данных между коммутаторами. То есть коммутаторы всегда работают по классу сервису F. Передача данных конечных устройств идет по классу сервису, как правило, 3. Чем они отличаются? Ну, а чем они отличаются, я расскажу на следующем слайде, наверное. Мы дальше расскажем о буферных кредитах. Буферные кредиты всегда, количество буферных кредитов, то есть количество фреймов, которые может передать передача к приемнику, всегда определяется на уровне регистрации линка. То есть когда порт внешнего устройства подключается к коммутатору, он обменивается с коммутатором определенной информацией и устанавливает количество буферных кредитов. В зависимости от разных вещей. Ну, допустим, для хост-бас адаптера максимальное количество буферных кредитов может быть у него определено прошивкой фирмвера. Для коммутатора этот параметр можно выбрать, но иногда он жестко фиксирован, потому что для, допустим, коротких линков большее количество буферных кредитов не имеет смысла. Здесь нужно сказать следующее. Если мы соединяем между собой два устройства, оконечных устройств, допустим, сервер с СХД, либо сервер с коммутатором, количество буферных кредитов на разных концах линка может быть разным. То есть в одну сторону может быть больше буферных кредитов, в другую меньше. Если мы соединяем между собой два коммутатора, то количество буферных кредитов с двух сторон линка всегда одинаково, иначе линк не инициализируется. Соответственно, у нас существует несколько механизмов контроля за буферных кредитов, которые работают с помощью таких механизмов, как ACK, ACK, Receiver Ready и Virtual Circuit Ready. Первый работает для подключения оконечных устройств, второй и третий работает для соединения коммутаторов между собой. Немножко неправильно сказал, но тем не менее КОС, третий КОС, с помощью которого работают, подключаются между собой конечные устройства, используют так называемые подтверждения Receiver Ready. После того, как у нас передатчик переслал какие-то определенные данные, приемник принимает данные, анализирует эти данные и передает примитивный сигнал Receiver Ready, говорящий о том, что он принял эти данные и передатчик может передавать следующие данные. После того, как передатчик передал фрейм данных, он у себя увеличивает, уменьшает количество буферных кредитов, то есть делает декремент на один буферный кредит и ждет подтверждения от приемника. После того, как от приемника пришел сигнал Receiver Ready, он может увеличить количество буферных кредитов. Уровень Коса 2 использует как тот же самый механизм Receiver Ready и также использует еще АКИН. АК на самом деле Анноледжмент End-to-end кредит, когда два устройства, например, сервер и система хранения, могут обмениваться вот этими еще буферными кредитами, не только на каждом сегменте, отдельном сегменте сети, но еще и по всей цепочке данных. И Коса 2, то есть у нас трафик между коммутатором вместо Receiver Ready использует VC Ready, Virtual Channel Ready. Почему? Потому что у нас, если мы говорим о коммутаторах, используется несколько виртуальных каналов, которые идут в одном линке, в одном физическом линке. О виртуальных каналах я расскажу немножко позже. Стандартным классом является для нас как правило класс третий. Соответственно, буферные кредиты всегда обмениваются два устройства на двух концах линка. Соответственно, если между источником данных и приемником данных существует несколько промежуточных звеньев, допустим, коммутаторов, то на каждом фрагменте сети у нас существует обмен буферными кредитами. И таким образом каждый кусочек линка задействует таким образом механизм гарантированной передачи данных. End-to-end кредиты используются достаточно редко. Об этом не буду устанавливаться, поскольку это в основном используется еще для передачи данных между коммутаторами самими. Таким я сознательно не останавливаюсь более подробно на всем этом. Это нужно почитать, это надо осмыслить, потому что это не очень простой способ обмена данными. механизм буферных кредитов. На самом деле вчитавшись и поняв как это работает, можно легко понять, что же у нас происходит при передаче данных. Итак, как я уже говорил раньше, у нас весь поток данных делится на несколько подпоследовательствий. У нас есть exchange так называемый, это единая команда ввода-вывода скази-рит, скази-райт или что-то другое. Эта команда ввода-вывода может делиться на несколько отдельных секвенсов или последовательности. Как выглядит команда скази-рит, допустим. Инициатор, то есть сервер, запрашивает target, то есть shd, на передачу данных. У нас есть последовательность, которая относится к команде 7d, команде скази-рит. после этого target, то есть система хранения передает данные, начинает передавать данные в последовательности, в одной или несколько последовательностей передачи полезных данных. И последней последовательностью будет завершение передачи данных, статус передачи данных. Каждая из таких последовательностей может состоять из одного или нескольких фреймов. Таким образом и осуществляется передача данных. То есть всегда мы по заголовку фрейма знаем, какой команде скази, то есть какой последовательности данных внутри команды скази относятся данные фреймы. Мало того, последовательности могут мультиплексироваться и эксченжи могут мультиплексироваться внутри между передатчиком и приемником. То есть фреймы могут идти в разнобой. То есть мы не обязательно передаем друг за другом фреймы относящиеся к одной команде скази либо к одной последовательности команды скази. Могут одновременно идти данные относящиеся к различным совершенно командам от разных устройств и они все будут мультиплексироваться внутри очереди команд и передаваться от источника к приемнику. Но это все может приводить к определенным проблемам. Я буквально вот сейчас заканчиваю. У меня осталось несколько слайдов, которые я сегодня бы хотел рассказать, чтобы показать, что механизм буферных кредитов является очень надежным механизмом передачи данных, но тоже имеет свои проблемы, о которых нужно знать и которыми нужно бороться. представим себе, что у нас есть два коммутатора, к одному из коммутаторов подключено несколько серверов, к другому коммутатору подключено две системы хранения. При этом сейчас прошу прощения, почему-то анимация не сработала, так как она должна была сработать ранее. Соответственно, одна система хранения достаточно быстрая, это дисковый массив, другая система хранения достаточно медленная, это старая ленточная библиотека и количество кредитов, которые у них есть разный. Соответственно, как происходит обмен данным. Допустим, у нас на каждом линке есть определенное количество буферных кредитов, устанавливаются различные пути передачи данных и фреймы начинают идти. Соответственно, как вы обратили внимание, фрейм прошел по первому части линка, прошло подтверждение буфер-то-буфер кредиту дальше, и по третьему каналу. То есть в пути три независимых канала передачи данных на каждом идет подтверждение о том, что фрейм прошел по данному каналу. Соответственно, если у нас устройство с разной скоростью работает, если у нас есть устройство с малым количеством буферных кредитов, может возникнуть задержка данных, которая также называется congestion, также называется head offline blocking, так называемый, или она еще называется slow drain device, медленно работающее устройство. Это все результат использования технологии буферных кредитов. например, два пути у нас есть, дисковая полка может работать достаточно быстро, ленточная библиотека может работать достаточно медленно. Посмотрим на картинку, которая вернемся в правом нижнем углу, она расписана более подробно. Если у нас все хорошо, количество буферных кредитов везде достаточно, и у нас скорость работы устройства достаточно и адекватна, то все фреймы идут с правильной высокой скоростью. Вы, наверное, видите, они достигают коммутатора, приходит подтверждение на вышестоящее устройство, оба устройства получают свои фреймы, возвращают токены, и все происходит хорошо, сеть работает замечательно, никаких задержек в сети у нас нет. Количество буферных кредитов всегда достаточно для работы сети, она немножко сокращается в процессе работы, но количество их всегда достаточно для того, чтобы сеть работала. Но это утопичный вариант, часто встречаются такие ситуации. В данном случае у нас медленная система хранения ленточная, и количество буферных кредитов у нас малое. Возьмем для примера, что у нас их всего два, и посмотрим на ту же ситуацию, которая может возникнуть. То есть у нас фабрика сначала беспроблемная, все фреймы, приходящие с удаленного коммутатора, перенаправляются на конечные устройства, все идет замечательно, все идет быстро, но поскольку нижнее устройство ленточной библиотеки обрабатывает фреймы медленно, в какой-то момент она просто не может принимать новые фреймы, поскольку у него нет буферных кредитов возвращенных, и фреймы, которые предназначены для этого устройства, они начинают задерживаться на коммутаторе. Возникает такая вещь, как congestion, то есть hold of line blocking, когда фреймы, относящиеся к медленному устройству, начинают блокировать фреймы, относящиеся к быстрому устройству. И это стандартная ситуация в сетях Fiber Channel. Конечно, данный пример, он показан здесь, он более-менее скажем так теоретически, редко кому придет в голову подключать вот такие устройства с всего лишь двумя буферными кредитами, но тем не менее он хорошо описывает то, что может произойти в наших сетях Fiber Channel. Это теоретическая возможность, которая всегда существует в наших сетях FC, и это надо понимать. Надо также понимать, что эта возможность, подобная ситуация известна достаточно давно. Современные сети Fiber Channel легко и замечательно умеют с ней работать и умеют обходить данные ситуации, купировать данные ситуации и позволять сети работать быстро и надежно, даже если у нас есть такие медленные устройства. Буквально два последних слайда. FC3 это третий уровень протоколов, он чисто теоретический. Когда-то он задумывался для мультиплексирования потока данных через несколько интерфейсов, но впоследствии от него отказались, поэтому никто его, как правило, не использовал. И FC4 это уровень протоколов верхних ввода-вывода Upper Level Protocols. Здесь находятся такие канальные протоколы как SCASE, такие как новые протоколы как NVMe, здесь могут быть сетевые протоколы такие как TCP, IP и так далее. Как я уже говорил, Fiber Channel это транспортный протокол, который может пропускать через себя все, что угодно. Все эти протоколы могут работать в единой сети Fiber Channel. На этом, к сожалению, время на сегодня закончилось. Я вынужден ... У у нас есть вопросы, Сергей, давай мы попробуем на них ответить. Я буду читать. Александр Комиссаров, насколько корректно использование аттенюаторов в все сетях? Использование аттенюаторов в все сетях вполне корректно, поскольку, как и, впрочем, в других сетях, поскольку аттенюаторы работают на уровне оптического линка и совершенно прозрачно для нас, то вполне можно работать. Можно использовать в HBA транссиверы от LAN-сетей? Почему нет? Я на самом деле вижу все эти вопросы, я могу на них сам отвечать. Тогда зачитывай, пожалуйста. Можно использовать? В общем случае нет. Какие-то варианты возможны. Скажем так, ранее некоторые транссиверы Fiber Channel могли еще работать и как Ethernet транссиверы. Но о транссиверах я начну говорить. Следующий слайд был именно транссиверы. Нет. Общий вопрос нет. Как ведет себя HBA, если сказе команда больше двух килобайт? Есть фрагментация? Естественно, есть. Да, она разделяется просто на несколько. В любом случае вообще если говорить о том, что я рассказывал, сказе команда может быть любой длины. Сказе команда read может достигать и мегабайт. Соответственно, все это делится на блоки по 2 килобайта. Блоки по 2 килобайта упаковываются во фреймы. Фреймы преобразуются в секвенсы и в экченжи. При этом механизм секвенсов и экченжев очень аккуратно и хорошо умеет обрабатывать это все. Какое значение Credit Zero можно считать нормальным? Что подразумевается под Credit Zero? Количество буферных кредитов, наверное. Это зависит от скорости работы линка, от длины линка. Об этом тоже будем говорить далее. Если мы используем стандартную многомодовую оптику внутри центра обработки данных, то количество буферных кредитов на портах коммутаторов как правило фиксировано устанавливается коммутатором для определенной скорости линка и трогать это не нужно. Обычно трогают это только тогда, когда мы переходим к связи цодов на расстоянии. Это тоже тема отдельного разговора, который точно будет нас затронут дальше. По поводу предсчета количества фреймов я бы не стал сейчас отвечать просто потому, что это тема дальнейших наших разговоров, когда мы будем говорить о использовании длинных линков. Про транки тоже не буду сегодня говорить. Транк это у нас отдельная тема, которую мы будем затрагивать подробно. Поэтому просто смысла сейчас нет об этом говорить. если соединить два SFP адаптера находящиеся на одном HBAS один свитчем кабелем разной длины скажем один из 100 метров может ли это вызвать ошибки? Ну в принципе да. Но в данном случае мы вообще нет, в данном случае мы нет, если мы не используем транк, это будут два независимых линка. поэтому в данном случае никаких проблем у нас не будет. Если это будет транк, тогда возможны проблемы, но с транком это уже обсуждается по-другому. В общем, когда мы будем говорить о транке, мы об этом тоже будем подробно касаться. Сейчас просто времени мало, сложно мне ответить достаточно быстро. Почему происходит Head Offline Blocking, если потоки до устройств независимы? Ну да, это, естественно, связано с общим буфером, и поэтому, поскольку фреймы, проходящие от одного устройства, они все складываются в общий буфер, приходящий на входящий порт, то, соответственно, если мы не можем передать фреймы, они блокируют фреймы входящие. На самом деле, эта картинка больше теоретическая, и когда я буду рассказывать о виртуальных каналах, о этом я буду рассказывать, естественно, чуть позже, мы увидим, что с этим можно эффективно бороться. О количестве устанавливаемых буферных кредитов. Количество кредитов устанавливается во время логина, то есть, во время регистрации устройства, тоже по информированию фабрики я буду об этом рассказывать. Размер буферных кредитов может ли меняться в процессе работы линка? Нет, в процессе работы линка он не может меняться. Для того, чтобы изменить количество буферных кредитов, нужно линк остановить, его надо разорвать и инициализировать заново. Что происходит, если линк порвался и свитч не получит подтверждение? Количество буферных кредитов восстановится? Да, будет линк ресет с восстановлением количества буферных кредитов. Мало того, в принципе, ну, эта тема, опять же, не начального уровня, у нас есть технологии, когда мы можем восстанавливать потерянные буферные кредиты, такое тоже бывает, линк их может эффективно считать и восстанавливать. Я очень кратко ответил на эти вопросы. Большая часть ответов на вопросы вы сможете узнать, наверное, в процессе дальнейших наших, в продолжении нашего семинара, поскольку еще многие из этих вопросов будут дальше рассматриваться. господа, тогда на этом все. Спасибо вам большое. Просьба, мы, поскольку в первый раз это проводим, то обратную связь дайте, если что-то вы видите, можно очевидно улучшить. Хорошего вам дня и до встречи 2 июля. 2 июля. 2 июля. 2 июля.